Пожар на Красноярской нефтебазе. Там вспыхнул один из резервуаров. Была угроза распространения огня. Есть пострадавшие. В районе и на Октябрьском мосту сразу образовались большие пробки. Движение перекрывали в целях безопасности и для того, чтобы обеспечить проезд пожарных. Сбивать пламя прислали даже специальный катер. Сегодня же глава Красноярской Адхам Акбулатов заявил, что будет решать вопрос о переносе этой и других подобных баз за пределы города. С места событий Наталья Истомина. На Красноярской нефтебазе, находящейся на правом берегу, сегодня произошел пожар. Случилось это около 11 часов дня. Полностью сгорела емкость с 40 тоннами топлива. Два человека пострадали. Один из них сейчас находится в критическом состоянии в больнице. Это видео нам прислали очевидцы. Многие из них утверждают, что слышали взрыв. В считанные секунды поднялся столб дыма. Его было видно изо всех концов города. Работники автомойки, находящиеся прямо напротив нефтебазы, рассказывают. Грохот был такой силы, что все вокруг затряслось. Сидел наверху, почувствовал, затряслась мойка. Вышел, посмотрел, тут дым с пламенем. Все выбежали, всех эвакуировали оттуда. Все собрались там, в куче стояли. Потом начали пожарки, скорые приезжать. Место сразу оцепили сотрудники ГАИ. Выезд с Октябрьского моста в сторону нефтебазы полностью перекрыли. Из-за этого на нем и на ближайших улицах образовались большие пробки. Пожарные спасатели отреагировали оперативно. Сигнал поступил в 11.23. А уже через 40 минут огонь локализовали. По словам специалистов, класс опасности был самый высокий. Рядом стоят другие резервуары с топливом и автозаправка. Минуты промедления могли стоить очень дорого. Для тушения задействовали даже пожарный катер. Эксперты уверяют, что попадание топлива в Енисей не произошло. По оперативной информации, предварительно, пока мы не знаем, что произошло. Единственное, что произошло, разрушение тысячного резервуара с вытеканием 23 кубов в обвалование. При получении первого сообщения, с учетом того, что данный объект является критически важным и пожароопасным, к объекту были высланы силы средства по повышенному рангу пожара, пожару номер 4. На месте было сосредоточено 16 единиц основной техники, 7 единиц специальной техники. Порядка 54 человек личного состава. На место приезжал глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Он заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о переносе этой и других подобных нефтебаз за пределы города, подальше от густонаселенных районов. Вынос Злобинской нефтебазы – это проект, который обсуждается уже более 30 лет. Она должна была быть вынесена в район ТЭЦ-3. Поэтому, конечно же, назрела необходимость решения этого вопроса, но это непростой вопрос. Поэтому в планах города вынести это предприятие за черту, во всяком случае, на безопасное расстояние, это связано в том числе и с вопросами, касающимися развития этого микрорайона, выхода к реке. Пока неизвестна сумма ущерба компании «Красноярскнефтепродукт», который и принадлежит нефтебаза. Известно лишь, что резервуар был заполнен топливом лишь наполовину. Руководство базы от комментариев отказалось. Более того, никто из сотрудников компании не пожелал говорить на эту тему. Утверждают, что им это запрещено. Сейчас на предприятии работают следователи. И основные версии будут изложены позже. Добавлю по словам сотрудников МЧС. Пожары на нефтебазах в Крае случаются крайне редко. Аналогичные случаи произошли в 2001 году в Рыбинском районе. Тогда возгорание тушили почти сутки. Ну а если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой телефон 29 29 115. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте. Наталья Истомина, Михаил Ткачук, Афонтова Новости.